По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, начинается программа «Разворот». Олег Пеков в студии, Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. И темы, которые мы сегодня будем обсуждать, касаются всех и каждого, всех, кто живет в нашем любимом городе, который называется Рига. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, звоните, задавайте вопросы и главе общественной организации «Город для людей». Марис Йонов с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Йонов. Добрый день. Добрый день. Ну вот, я понимаю, что организация называется «Город для людей». Вот все-таки люди, которые сидят в автомобиле, сидят на велосипеде и идут пешком. Все-таки иногда бывает, что это одни и те же люди, потому что владелец машины может, скажем, экономно расходовать топливо и ездить на какие-то короткие расстояния на велосипеде или ходить пешком. Но иногда бывает, что это совершенно противоположные люди и с противоположными интересами. Все-таки каких людей интересы защищает организация? Наверное, всех людей. Но перед тем, как начинаем, я хочу уточнить, что я до недавнего времени был главой, сейчас я просто участник организации, но... Мы сделали галочку. Да-да-да. Ну, так что это недавние перемены. А почему вы лишились такого статуса? Ну, так, сколько-то, почти два года уже отработал главой. Были люди, которые хотели перенять эстапету, так и отдал. Отдал дальше и смотрим, куда новые поведут. Но пока что идем в том же направлении. И организация до сих пор представляет всех людей, даже тех, которые не выходят из дома, которые смотрят из окна или открывают окно, чтобы подышать. Либо свежим воздухом, либо выхлопами. Так что, да, представляем всех и перемещаемся мы все по-разному, но почти все, кроме тех, которые прикованы к кровати, мы все пешеходы. А уже меньше тогда количество велосипедистов, автомобилистов, общественно-транспортистов или, ну, как кого еще там можно назвать, можно там кого-то называть энтузиастами, как любят в общественном медиа и вообще в медиа там говорить про велу, говорят энтузиасты, а про тех, которые перемещаются на автомобиле, это, ну, якобы нормальные люди. Но и те, которые перемещаются на автомобилях, они тоже, ну, они тоже хотят хорошего города. И когда они выходят из автомобиля, они не хотят по грязи ходить и по газонам, и по нормальным, хотят нормальных тротуаров, иногда хотят присесть и тоже хотят дышать свежим воздухом. Так что мы все, в принципе, хотим одного и того же, но как, куда попасть в это светлое будущее, это иногда различаются мысли и подходы. Европа движется в сторону зеленого движения, и, в принципе, это такой курс, в который задан вектор, задан практически всем странам Евросоюза. И по большому счету это и требование все-таки сделать более дружелюбной для пешеходов и велосипедистов городскую среду. И мы все понимаем, что за зеленые энергии, ну, как будущее, и ресурсы, опять-таки, нефти не безграничны на нашей планете. Рано или поздно придет момент, когда нам всем придется пересесть, если не на велосипеды, то на электромобили, может быть. Вот как эти тенденции, они отражаются на будущем, в стратегии, вот видении развития нашего города. То есть вот есть ли какие-то планы, каким образом можно постараться все-таки сделать город более дружелюбным для велосипедистов, пешеходов, но в то же время не делая это, ну, я понимаю, что самое простое, это просто закрыть там улицы, например, для движения автотранспорта. Но вот что еще, кроме таких вот простых, казалось бы, запретительных моментов можно придумать? Сейчас как раз очень хорошее время для того, чтобы об этом думать, потому что Комитет развития города проголосовал, чтобы отдать на голосование в Городскую Думу доработку территориального плана города. Он почти-почти-почти готов, должен был вообще-то быть готов уже два года назад, но в Риге это очень большой документ, и он долго уже обсуждался, были всякие предложения с разных сторон, они все вырабатывались, на все отвечали. Но сейчас после региональной реформы все должны там немножко что-то там подкрутить, там довести все до конца, некоторые должны все заново, Рига должна подвести итоги, еще раз отдать народу, и потом уже до апреля хотят довести до конца. Так что будет очень немного времени, но еще будет время какие-то идеи внедрить в новый территориальный план, чтобы город мог развиваться в каком-то, может быть, даже новом векторе, уйти от того, куда мы до сих пор еще идем, идем в сторону сплошной автомобилизации. Потому что у нас обязательно, если кто-то что-то хочет строить или перестроить, то обязательно надо выполнять, например, там минимум по парковкам. Это значит, что в центре ничего не строится, потому что там земли мало, не можно поставить большую площадку для автомобилей, или если залезать под землю, там подземные парковки, это очень дорого, и это, в принципе, сказывается на оценках либо недвижимости, либо уже услуг, которые в этой недвижимости предлагаются горожанам. Так что там уже можно поменять что-то, чтобы город стал компактнее, чтобы был возможен город компактнее. Это не будет там за день, за два, не произойдет. Но про энергию, про либо там бензин, дизель или электричество, которые мы делаем сейчас зимой из газа в Риге, это, да, бывает чище энергия, не так чище, но самое лучшее, что можно делать, это экономить энергию, вообще не тратить, не ездить, когда не надо, не делать лишних поездок. И это тоже, ну, от нас всех зависит, на что мы смотрим, как мы видим проблемы в городе. Если город для людей публикует картинку, где на мосту, в Антовом мосту велодорожка и полоса для общественного транспорта, люди сразу комментируют, что, а как мы поедем, как мы довезем своего ребенка из Иманты до Тейки в детский сад. Ну, не надо возить детей в детский сад через весь город. Детей в школу не надо возить через весь город. И для того, чтобы там холодильник зимой из Старкандаугов и в Засулаукс перевезти, ну, тоже не надо, наверное, покупать частный транспорт. Надо посмотреть, что, если нет детского сада около дома, то надо, наверное, решать эту проблему, а не делать магистрали в городе, чтобы там уже через весь город ребенка мучить в автомобиле. Так что, да, смотреть на проблемы немножко по-другому и смотреть, как их можно решать не тем единственным способом, которым люди сами пытаются решать то, чего не доделал город. Ну, вот вместе с тем, ведь замечен был большой всплеск интереса к индивидуальному транспорту, ну, имеется в виду машинам, именно из-за эпидемии вот COVID-19, потому что многие люди боялись съездить в общественном транспорте, они считали, что если ты, ну, находишься в своей машине, ты можешь ее сам продезинфицировать, ты сам за себя отвечаешь, никто с тобой не сидит в этой машине, ну, незнакомый человек. Конечно, на улицах это заметно, и если город ничего другого не смог предложить людям, то, конечно, это опять единственный способ, как выходить из любой проблемы в Риге, это частный автотранспорт, из любой проблемы. Если троллейбус не идет под окном, покупаем частный транспорт, если троллейбус идет, но он идет редко, то, опять же, частный автотранспорт, потому что на велосипеде небезопасно в городе, очень неудобно, негде хранить ни в городе, ни под окном. Для автомобилей город сейчас тратит полтора миллиона на 500 парковок, рубит деревья, асфальтирует газоны, и будет 500 парковок на 10 лет. Это временная стройка на 5 лет, с возможностью продлить на еще 5 лет. Это проекты 2016 года, перед выборами один из прежних мэров очень старался хоть что-то делать, но видно по тем, которые тогда уже построили, что это не работает. Дворы от автомобилей так избавить нельзя, потому что просто добавляются новые места для парковок, и, конечно, люди покупают автомобили, которые, они сейчас довольно дешевые, там горючее в месяц, наверное, люди платят больше, чем за сам автомобиль, если покупать дешевый, беушный. Так что, да, все больше людей, город сам, в принципе, манит людей в автомобили, и, может быть, этого не надо делать. Сейчас уже под зиму сделали велополосы на Заметанском мосту, которые была возможность сделать весной, когда вирус начинался, и там уже Пурсиемстейк, а дальше там Мэшиемстейк, там сотни тысяч людей, которым могли бы дать уже весной возможность перемещаться на велосипедах. Это не дали, но хотя бы сейчас это сделали, и очень хорошо. И в таком, ну, так можно было гораздо больше сделать. Весной был Хакатон, это был, кажется, самое начало, нет, даже не начало мая, это было в апреле. И там за, там было, не знаю, там более 30 километров, там, наверное, нашли, где можно сделать, много не отбирая от автомобилистов, скажем так, потому что, ну, не везде можно сделать, чтобы совсем ничего не взять у них, но очень много есть возможностей, где просто очень, 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 очень широкие полосы для транспорта, их можно просто немножко сузить, чтобы найти место и велосипедам, чтобы люди могли перемещаться на велосипедах. Рига пока что неохотно такую возможность людям дает. Другие города очень много сделали уже сразу весной, и летом продолжали, и сейчас понимают, что это правильное направление, и это помогает решать очень много проблем. И проблем сейчас сразу с эпидемией, но вообще проблемы со здоровьем людей, вообще проблемы городские, там проблемы с парковками, с загрязнением воздуха, с безопасностью дорог. Так что, да, направление есть, другие города... А вот какие другие города? Это имеется в виду в Латвии? Нет, не в Латвии. Даже в автомобильной цитадели в Америке многие города отдают улицы даже полностью. Есть улицы, которые полностью отдаются для пешеходов, для велосипедистов, и для уличной торговли, уличной, ну, общественного питания, чтобы и предприниматели могли работать, и люди могли перемещаться, людям было куда выйти, потому что у нас вообще очень... Ну, у нас не запрещено выходить из улиц, но были города, где, ну, это, да, есть некоторые часы, когда только можно выходить, и людям надо куда-то выходить. Если, когда ввели, в Риге ввели, что, ну, в Латвии, что там два метра надо держаться других людей, то это, в принципе, невозможно на тротуары, на тротуарах, которые вообще только полтора метра в самых широких местах, а по факту они еще уже, потому что там двери открываются, там люки в погреба, там мусорные баки, если они вообще есть, ну, да, так что отдавали пространство для людей, что если была где-то около улицы парковка, то это все два метра, два с половиной метра могли, просто решали, что все отдадим под велосипеды, чтобы люди перемещались на велосипедах и не совались в общественный транспорт. Частный транспорт, это, ну, всегда... Сами могут там придумать, как, 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 что, но в Риге тоже. На частом транспорте, ну, в Рижане это не большинство. Рижане исторически очень многие перемещаются на общественном транспорте и ходят пешком. Даже, даже для длинной дистанции, если надо дать возможность на общественном ехать, которые действительно не могут пешком, которым далеко, то надо решать, чтобы те, которые могут ходить, могут перемещаться на велосипедах, чтобы им была такая возможность безопасно перемещаться по городу. В любой погоду, кстати. Ну, кстати, мы видим о том, что есть, по-моему, один известный йог, который ездит на велосипеде в любую погоду, вообще в шортах, всегда привлекая внимание людей. Но действительно ли велосипед вот зимой удобное средство передвижения? Это я к тому, что все-таки вот переоборудование улицы Чака, вот к ним мы сейчас идем, которое так вот неоднозначно было воспринято Рижанами, именно из-за того, что многие сочли, что, может быть, время не самое удобное, что как раз с началом зимы уменьшается поток велосипедистов, и стоило бы, может быть, это сделать, попытаться ближе к весне. Улица Чака была возможность это делать поближе к весне перед ремонтом, но департамент сообщений не хотел этого, не решался, потому что не было политической власти, никто над ним не стоял, никто не спрашивал, и хотели проскользнуть, не делая, и просто вернуть ту же самую Чака, которую ЦСДД говорят, что вот тот вариант, который был, что якобы две полосы, но едут в четыре ряда, что это очень небезопасно, и для самих людей в автомобилях, и что такое нельзя делать, проектировщики, и мы предлагали эксперимент перед ремонтом, чтобы пройти эксперимент, посмотреть, что работает, что не работает, доработать какие-то варианты, и уже тогда сам ремонт уже оканчивать, уже в финальном каком-то виде. Но получилось так, что надо было дождаться новой власти, новая власть пришла, и даже сама власть, наверное, поймали ее, ну, так, сюрприз, что вот такая улица Чака, есть такая возможность, все обещали именную инфраструктуру, все, почти все, которые кандидировали, разные списки, даже те, которые не попали, и они обещали, что будут что-то в этом направлении делать, так что даже, ну, куда ступать нету, так что допустили эксперимент, он начался только, официально начался только в декабре, но возможность была, да, сейчас ремонт закончен, ну, полотно дорожное сделано, тротуары сделаны, и ничего еще не нарисовано, еще не сделан бетон для остановок, так что можно экспериментировать, а уже тогда весной это довести до конца. И я очень надеюсь, что это все-таки будет так, что мы найдем лучшие варианты, тогда сделаем улицу лучше, а не просто отступим, потому что есть несколько людей, которые очень громко используют свои каналы в медиа, чтобы об этом, об улице Чака говорить и рассказывать о проблемах, которые актуальны и в других местах города, но почему-то очень-очень внимание привлекают на улице Чака, потому что, да, понятно, что есть люди, которые деньги зарабатывают, продая тем, что они продают автомобили в своих передачах, и, наверное, спонсоры видят, что есть риск, что люди будут покупать меньше автомобилей, но в мире даже автолобби уже понял, что в городах это даже не важно количество автомобилей, как возможность продавать новые автомобили каждый год, и это гораздо лучше работает, если это автомобили, которые используют каршеринг, потому что эта компания, эта машина, которая использует там по 15-20 людей каждый день, она движется 50-60, может быть, даже, ну, нет, 50, наверное, процентов времени, она в движении, а частный транспорт, он вообще в движении только 5% своей жизни по времени, так что они работают каждый день, устареют, их все, снимают с улицы и ставят новые, так что и такси, и, ну, каршеринг, это тоже хороший бизнес для производителей автомобилей, и не надо каждому там продавать продавать автомобиль, который потом в 10 лет просто стоит, и даже на сервис не едет, если люди его мало используют, так что есть бизнес во всем, и можно, можно просто при новых условиях жить. Напоминаю нашим слушателям 67212-93-9, 67213-93-9 телефоны, мы им говорим о нашем городе, о сегодняшнем и заглядываем так, краешком глаза в будущее, с нами говорит участник общественной организации «Город для людей» Марис Йоновс, и все-таки вот будущее за, будущее города будет за электромобилями, будет за велосипедами, или за все-таки людьми, которые ходят пешком, вот кому будут, или за общественным транспортом, вот кому будет отдаваться приоритет, вот по вашему мнению, в городе будущего? Ну, я хотел бы наконец-то в городе будущего, если про Ригу говорим, то наконец-то видеть пешехода, чтобы отдавали приоритет пешеходам, чтобы наконец-то делалась хорошая инфраструктура для пешеходов, потому что еще в этом году, еще в этой осени, еще, ну так, якобы при новой власти, но строятся старые проекты, или вообще, ну, без проектов, там улица Берзауна, около Домины, там поменяли асфальтное покрытие для автомобилей, поменяли, все новенькое, гладенькое, а пешеходам остался, в одной стороне, там вообще, порой нету, вообще нету тротуаров, в другой есть, но ямы, вмятины, вообще там асфальт уже развалился, ну, машинам сделали, пешеходам, потом уже там несколько ям заделали, но это неудобно пешеходам инфраструктура, там здоровый, сильный человек может пройти в любой погоду, если уже человек старый, то, ну, через лужи прыгать, наверное, неудобно пенсионерам, а наше общество стареет, мы все стареем, как-то вот люди не умирают так рано, как умирали раньше, и люди до сих пор хотят и на работу ходить, либо хотят, либо им это надо делать, и из дома выходить, и им надо выходить из дома, потому что сидеть в заперте, это не очень приятно и не очень здорово, ну, не только физически, но и эмоционально, и так. А уже когда, когда уже будет отдаваться приоритет пешеходам, тогда и может стать лучше общественный транспорт, потому что до общественного транспорта надо как-то добираться. в Риге очень много мест, где до общественного транспорта люди идут просто по тропинкам, где тоже нету тротуара, они идут вообще на свою остановку, где, может быть, там надо по 20 минут ждать под дождем, под солнцем, там даже, ну, не то, что там будочки нету, а даже скамеек нету, так что дальше, да, общественный транспорт, но не в смысле покупать, да, надо покупать, но приоритет не в том, чтобы там был супердорогой тромай, супердорогой троллейбус с зарядкой USB для телефона, а действительно посмотреть на остановки и как люди добираются до остановок, чтобы были тротуары, чтобы были безопасные пешеходные переходы, и тогда уже общественный транспорт как система становится привлекательной, потому что если надо, чтобы человек из там старого BMW или из нового Lexus перешел на общественный транспорт, так дайте ему возможность перейти пешком, перейти из его дома до этого общественного транспорта. Если инфраструктуры не будет, то многие не выборят, ну, не сделают этот выбор, чтобы там пойти пешком по грязи, постоять под дождем, подождать троллейбус, чтобы на нем уже там на дорогом красивом троллейбусе куда-то поехать. Общественный транспорт это не только транспорты средства, не только рельсы, не только провода, это уже вся городская инфраструктура должна быть хорошей, чтобы люди хотели использовать общественный транспорт, чтобы было как в Швейцарии, чтобы было как в Австрии, что, да, большие города, богатые люди, но они с удовольствием едут на общественном транспорте. То есть даже люди, которых богатые машины, они с удовольствием пересаживаются на общественный транспорт? Да, да, потому что машина есть, она стоит в гараже или на парковке, чтобы на ней поехать там в выходных куда-то там на дачу, на хутор, но если просто добираться до офиса, то это совсем нормально пойти в трамвай или в автобус или сесть в поезд и доехать до работы и потом пешком по центру города ходить. И, да, это нормальная жизнь в городе, чтобы везде ездить на частном автотранспорте, это, ну, геометрически это не работает. Пока мало людей в частном транспорте, да, им хорошо, те, которые ездят на автомобиле, им хорошо и другим тоже не мешает. А когда автомобилей в городе просто геометрически становится много, они сами себе мешают, плохо автомобилистам и плохо всем другим тоже, потому что они берут все возможное пространство, которое отдается и берут, конечно, и то пространство, которое им якобы не отдается, но куда-то можно залезть на минуточку, на пять, на двадцать. Ой, сделайте тише, пожалуйста, просто я прошу нашего слушателя, радиоприемника. Да-да-да-да-да, здравствуйте. Вы знаете, наверное, ваш гость Марис в пути дела, что сейчас, да, что сейчас идет строительство большой путепровода. Движение жутко загружено. Улица Твайка, Твайка с поворота с этого моста, от Реза, идут большие фуры, но дорога узкая. Стоят машины с правой стороны у домов. Улица совершенно плохо освещена. Дырки, просто фрадуары, дырки, а там ходят и троллейбусы на этот остров Кунзенцало, и 49-й автобус ходит, и потом мы должны делать теперь около Аудериса, чтобы выехать на улицу слежу. А там школа. Вы понимаете, что творится? Почему улица не освещена? Совершенно, абсолютно. Теперь здесь перед моим окном идет стройка, железная дорога. Мы как бы идет рядом трамвайная остановка. Опять нет освещения. Темнота. Ведь сейчас ноябрь, декабрь, инвайр, все время будет очень темно. Ну сделайте, пожалуйста, хотя бы что-то. Это просто крик души. А вы говорите еще про какие спортивные дорожки. Про это. При Ушакове, при Америксе все время обещали сделать парк Алдорис. Вот это от 8-й школы до поликлиники. Представьте, Марис, представьте, до поликлиники асфальт абсолютно. А ходят люди все в возрасте в поликлинику. И даже вот эти дети, которые ходят. Почему нельзя хотя бы эти дырки залатать, если вы там начали какое-то строительство? Объясните мне, пожалуйста, о строительстве вот этого парка. Когда вообще будет там порядок? И потом, второе, очень грязный город. Особенно у нас Красная Двина. Вот этот пустырь, который начинается от Саркандаугова, Лицей, вот эта вот дорога вдоль железной дороги, кладбище, к этому Драудлиба, вообще не убирается, ни листья, ничего. Асфальта нет. Люди, правильно он сказал, идут и ломают ноги. Пожалуйста. Спасибо. Да, тут, ну, очень много всего. Очень знакомые проблемы, потому что, да, сам живу в городе, сам живу не в центре, и по моим маршрутам тоже. Если мне в детский сад ходить утром с дочкой, то сейчас и утром, и вечером мы идем через темный двор и по темному тротуару, который даже тротуаром не назвать, потому что там даже нечего залатать, потому что там уже не только что, не то, что ямы, а даже не видно асфальта, где он был. Так что это во многих частях города, но если есть ямы, которые надо залатать, то надо обращаться напрямик в городскую думу. Сейчас дума новая, и пока что по себе вижу, что они довольно отзывчивы. И даже сейчас еще поздней осенью еще делали разные работы, которые я сам лично просто в Твиттер выставляю и видят, что проблема есть, и ее решают. Но лучше всего, конечно, писать либо электронное письмо, либо, может быть, даже звонить просто в городскую дому, если это по транспортной инфраструктуре, то департамент сообщений, ну, в принципе, на любой номер звонить, наверное, там и запишут, и посмотрят, как решать проблему. и сейчас освещение, наверное, это не так просто, да, это не инвестиции, это надо в какой-то план положить, чтобы, чтобы, ну, через год, через два это было, но чтобы это тоже в план положили, нужен этот голос, и, наверное, не только на радио, но действительно и в городскую думу, звонить и об этом говорить, потому что, да, братуша в старом городе, депутаты из разных частей города, Саркандаугула сейчас есть свой депутат, Алые Турлы, сообщество Саркандаугула, так что, так что, ну, можно и ловить ее на месте, за руку, парк Алдайс, надеюсь, что доделают, сейчас ищут деньги, с которыми это делать, чтобы довести до конца, ну, да, парк будет, а как до этого парка добираться, как добираться до школы, до поликлиник, это, это то, что я говорил, что надо наконец-то пешеходов поставить как приоритет, потому что, да, если это рижанин, если это человек, который живет в Риге, то, ну, проблемы пешеходной инфраструктуры чувствует каждый, а те, которые кричат про то, что вот им не хватает одной полосы, им нужно, вот, мы хотим в дворе, да, стоять, в пробке, это, это, большинство из этих людей, они, им безразличны проблемы Риги, потому что они тут не живут, они просто проездом, и проездом они могут, есть варианты, как объехать, а если пешком из дома надо добираться до остановки, то, в принципе, вариантов нет, если надо добираться до ближайшего магазина, если надо добираться до поликлиника, до детского сада, то, ну, в принципе, вариантов нет. у нас звонок, здравствуйте, пожалуйста. в детский сад, в школу водят каждый день, колоссальные лужи образовываются, ни тротуаров, ничего нет, неужели как-то поселок Аплатенс, нельзя с Вестера, проспектом соединить где-то там, чтобы спокойно проезжали они по этой бедной улице Муррис. Это удивительно, сам их там говорил 5-10 лет назад, там всеми говорил, трасса международного класса БМХ подъезжает сюда и прямо смотрит, наверное, как на дикие вещи. Справа идеально, а слева не только деревня, я не знаю, что, каменный век. Угу, спасибо. Ну вот, да, еще одна конкретная вот жалоба, я понимаю, что здесь речь идет о том, чтобы как-то перенаправить все эти транспортные потоки, потому что жители не могут идти из-за потока машин. Ну, да, это до сих пор я вижу там в планах города, что решаем транспортные проблемы, это только автотранспорт. Пешеходу это, ну так, вдобавочку, если кто-то кто-то додумался. То, что строится сейчас в Саркандалге, там новый мост в порт и в Кунзинсалу, ну, там, кстати, я смотрел эти планы, там уже есть хорошая и где надо, там и белая инфраструктура есть, и пешеходная инфраструктура, чтобы, ну, то, что строится заново, чтобы это было удобно. А есть многие места, которые, да, надо думать, что с этими местами делать. Стоит ли там строить тротуар, если его нету, если есть просто дорога, стоит ли там строить тротуар, может, там надо как-то с этой дорогой что-то другое делать, но что делать, очень много возможностей нет. Просто поставить знак жилая зона, и это не работает, потому что знак поставили, а кто там будет соблюдать скорость, если все знают, что полиции, в принципе, нет в городе, а других вариантов, ну, в принципе, нету, потому что стандарты запрещают, в наших стандартов такого нету, и так далее, и так далее. Хотелось бы, чтобы Министерство сообщений наконец-то добралось до стандартов, чтобы были какие-то еще возможности для самоуправления обустраивать транспортную инфраструктуру по разным сценарием, где лучше для велосипедов, где лучше для пешеходов что-то надо делать, чтобы это все не сводилось только к тому, что надо либо строить тротуары, либо строить отдельную велодорогу, что дорого, а можно просто это дорожное полотно можно как-то по-другому разделить и что-то на нем сделать, чтобы автомобили, которые там проезжают, чтобы они этот участок, который проблемный, они могли просто проехать медленней и потом уже дальше, где все разделено, где трассы, там уже едут быстрее. Можно по-разному, но в Латвии нельзя, потому что стандарты не позволяют. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день вашему гостю и редакции. Вы бы обратили очень внимательно на Рига с Гайсми. Мне приходилось с ними по общественным делам сталкиваться, да, по освещению, да, уже сделана смета с их стороны около 30 тысяч евро. Вопрос состоит в том, что бюджет Рига с Гайсми составляет порядка около 9 миллионов. И эта эпопея уже длится около почти 10 лет. То есть Рига с Гайсми не может найти 30 тысяч евро, чтобы сделать освещение по улице. В микрорайоне жители там существуют около 50, более чем 50 лет, включая уже независимую Латвию около 30 лет. И мы попытались, чтобы включили в бюджет Рига с Гайсми этих несчастных 30 тысяч евро и сделали этих 13 столбов, сделали людям освещение. Там ходят дети, пожилые люди, темнота полнейшая. Это на территории Риги задвинет будет. В общем, вы поинтересуйтесь бюджетом, как он тратится, правильно ли он тратится, потому что иногда смотришь, они меняют лампочки где-то, она экономная и так далее. Но неужели невозможно найти этих 30 тысяч евро при 9 миллионах, при 9 миллионах. Поинтересуйтесь их бюджетом, где можно посмотреть, как они тратят бюджет. Бюджет как раз обсуждался неделю назад в комитете транспорта. И за комитетом сейчас уже можно следить, любой через интернет может смотреть и слушать прямые трансляции. И пока что еще надо регистрироваться в айпортфелл, писать какое-то заявление, чтобы можно было видеть документы, которые подаются на комитеты и на городскую думу. Но то, что я слышал с Риггсгайз, что они собираются там, я знаю, что улицу Московос наконец-то освещать, там, далекий конец, который нужен, и улицу Круспилс до Московос, тоже такой маленький объект, там 30 столбов, наверное, 13 столбов 600 метров, наверное, это очень маленький объект, почему это не сделалось, наверное, слишком тихо спрашивают и слишком мало достают звонками и письмами либо депутатов, либо уже саму Риггсгайз за 10 лет, я думаю, что уже это не 30 тысяч, а будет больше, потому что работы, наверное, стали дороже, но это все равно маленькая сумма, которую наверняка город может себе позволить, но надо спрашивать и не отставать. То есть ваш совет именно громче заявлять о себе, то есть может быть не только звонить, но и писать, собирать подписи, может быть, то есть чем больше людей обращается, тем становится более ясно, что нужно эту проблему решить. Потому что если один раз написал, они видят, где-то кто-то записал в блокнот, потом если эту страницу он не открыл, то можно и забыть про такой маленький объект где-то далеко. А если уже напоминать о себе почти каждый день, то, наверное, есть больше шансов, что получится. И да, это действительно небольшие деньги для города, который по 200 и даже больше тысяч тратит на праздничное освещение. Здравствуйте, пожалуйста, еще разок, я перед этим звоню, хочу вам немножко уточнить. Во-первых, эта смета делалась в 2019 году. Во-вторых, жалобы писались коллективные, более чем 50 человек, включающие в этом году уже мэру было отправлено заявление и просьба включить этих несчастных 30 тысяч, чтобы это сделать. Это, вот это, так называемое, заявление мэру города Риги, вот этому последнему мэру нашему, да, было отправлено обратно в Рига с Гайсной, а эти обратно, что нет денег, нехватка витаминов и так далее. И все это продолжалось при Ушакове и писали как раз минимум раз в квартал коллективные заявления, идут ответы, идут издевательства, вот в прямом смысле слова. Это все документально можно показать. Спасибо, да, просто у нас уже очень мало времени, ну, да. Это, ну, да, про издевательство я согласен, потому что очень часто так бывает, что люди хотят участвовать в управлении городом, скажем так, но получается, что они получают обратное, ну, совсем не то, чего они хотели, и это, наверное, неправильно, но как вариант, ну, это уже надо сейчас подождать, наверное, полгода, когда объявят новый конкурс, как вариант отчаяния, это конкурс Little League of Budgetation, где есть 500 тысяч, которые город дает проектам, которые подают жители, но там нужно какое-то общество, через которое это подается, и сейчас как раз этот конкурс этого года открыт на голосование balso.riga.lv или, ну, да, в центрах обслуживания, наверное, лучше сейчас не ходить, там надо найти вариант, чтобы проголосовать в интернете, там действительно, да, люди в отчаянии, люди спрашивают пешеходные переходы, люди спрашивают велодороги, люди спрашивают ну, все, то, чего город не делает, в других странах эти проекты, ну, там, про скамеечки, про что-то красивое, красивое, но в Риге, да, люди спрашивают действительно такие нужды, которые город должен... Ну, тротуары, свечения, да, чтобы... да, которые город, в принципе, должен исполнять, ну, в нормальном каком-то процессе. Ну, да, как вариант, если там еще и все через полгода не будет, то, да, подавайте проект освещения из-за Лига Буджетейшн, и заходите в balsow.riga.lv, посмотрите там какие проекты и проголосуйте, может, что-то есть в вашей окрестностях, и если вашей окрестностях нету, и никто ничего не подавал, подумайте про то, что есть ли у вас какая-то общественная организация, потому что с общественными организациями может быть немножко легче разговаривать в городской доме, и есть сейчас разные комитеты там по благоустройству города, с которыми можно общаться тоже не только там с Лиггайсом или не только с одним адресом в ратуши, но можно искать варианты еще. Если говорить вот уже подводя итоги о будущем нашего города, что бы вы посоветовали рижанам, то есть вместо того, чтобы приобретать, присматриваться к приобретению нового автомобиля, что тогда лучше? Велосипед, скутер, не знаю. Пока что, наверное, складной велосипед, тогда его легче занести в квартиру, и если что, можно там подмышку захватить и в поезд, и в троллейбус, и в трамвай, потому что у меня под окном просто столб, к которому я притепляю свои велосипеды, но это не для каждого и не совсем удобно, и не у каждого есть там частный гараж. А так, складной велосипед, можно в квартиру, и если что, можно всегда хорошо продать, потому что это в городе, это, думаешь, очень-очень удобная вещь. А если далеко ездить, то, ну, на велосипеде, наверное, зимой не каждому будет удобно и приятно, но это не так страшно, если есть велосипед, советую попробовать, может, там, не сразу на работу, а на выходные взять, там, проехать, может быть, тот же маршрут на работу, но на велосипеде посмотреть, как это страшно или не страшно зимой. Насчет прокатов велосипедов, в принципе, хватает ли их в лиге, насколько, может быть, стоило бы, ну, сделать, вернуть возможности у людей, взяв велосипед на прокат, совершать поездки, оставлять его, ну, в другом, вот как с каршерингом, то, что было. Возможность есть, или, может быть, даже надо сказать, ну, была, она есть, но и вернется, это Next Bike, до того это было Sixth Velo, и до этого это было Baltic Bike, но Next Bike, это понятнее для тех, которые, ну, по Европе перемещаются, потому что это большая компания, и это как филиал в Риге, несколько сотен велосипедов по всему городу, но этого, для того, что это полноценно работало, не хватает еще и велосипедов, как так и мы, на число жителей города, и на число гостей не хватает станций, не хватает, ну, в принципе, да, не хватает какого-то участия городской думы каким-то образом, потому что, чтобы такая система работала, чтобы была, если большая, надежная, что, если нет на этом перекрестке, где ты обычно его берешь, то ты смотришь в другую сторону, и есть рядом в другом перекрестке, другие города участвуют в этих компаниях, потому что они не могут сами себя содержать, если это будет дорого, это, ну, не привлекательно для людей, а если это дешево, то, ну, не сходятся концы, а для города как такового это очень-очень выгодно, и поэтому и Нью-Йорк, и Барселона, и Париж, и другие города, они, ну, как-то участвуют в этих компаниях либо деньгами, либо какими-то льготами, там, чтобы выставлять эти станции для велосипедов, какие-то, да, там, ну, и ищут варианты, есть по-разному, но в Риге пока что это не получается, это, ну, так, предприниматели и энтузиасты, которые этим занимаются, надежда есть, что, может быть, это станет, может, даже частью общественного транспорта, потому что это вообще самое лучшее, что может быть, если велосипед прокатный как часть общественного транспорта, чтобы, если ты живешь далеко от там, может быть, не ближайшей остановки, а от остановки, где наиболее часто ходят, там, троллейбус, автобус или поезд или что-то такое, то очень удобно, чтобы туда доехать на велосипеде, потом часть маршрута проехать на общественном транспорте, если надо что-то там в центре или в другом конце куда-то перемещаться, то опять берешь тот же велосипед и это входит в один билет, чтобы там не надо там, да, сначала за велосипед платить, потом за общественный транспорт, потом еще раз за велосипед. Есть города, которые умеют не только велосипеды в одну систему, но и автомобили, и такси, все, весь транспорт, это мобильность, мобильность как услуга, mobility as a service, это уже работает в некоторых городах в Финляндии и в других городах мира, услуги ражные, которые входят в пакет, и тогда город уже может управлять транспортной системой, уже, ну, есть больше вариантов, если видно, что плохая погода и будет очень много людей, которые захотят впихнуться в автомобили и в общественный транспорт, город может сказать, что те, которые поедут на велосипеде, они будут не то, что платить за велосипед, а еще получат, может быть, на свою карточку какие-то плюсы, тогда часть, может быть, хотели бы, а, сегодня так проеду на автомобиле, а он подумает, а, нет, я могу и проскочить на велосипеде, оставить место для общественного, ну, в общественном транспорте для других, ну, это уже так как, ну, якобы будущее далекое, но в некоторых городах не такой далекий, потому что, да, спрос на общественный транспорт, он, ну, не одинаков каждый день, он плавает, и это можно тогда уже регулировать, чтобы не покупать там новые троллейбусы для того, чтобы один раз в год, когда здесь мы с Ваткой, чтобы можно было обслуживать большое количество людей. Марис Йоновс, участник общественной организации «Город для людей» сегодня был с нами на связи, к сожалению, время закончилось программой «Разворот». Спасибо огромное, спасибо большое за разговор, за очень интересную беседу, и до новых встреч, наверное, есть еще о чем нам поговорить. Спасибо. Еще есть. Спасибо. Спасибо.